Российские власти наконец-то признали, что Сколково – это полностью вымышленное место. В официальном заявлении сообщается, цитата, «невозможно больше скрывать правду». Инновационный центр, который не принес за все годы существования ни одной инновации, это, конечно же, просто сказочное предание. Ну, Сколково – это такая же байка, как Эльдорадо, как Остров Буян, как стабилизационный фонд. Короче, мы все это выдумали. Извините. У журналистов возник логичный вопрос. Если Сколково нет, то чем же тогда занимается такое огромное количество ученых и еще более внушительное число менеджеров, управляющих, аниматоров, стриптизерш, барменов и прочих профессионалов, вовлеченных в деятельность вымышленного инновационного центра? После таких откровенных заявлений под сомнением оказалось множество трендов современной России. Действительно ли наша страна примет Олимпиаду в Сочи? Адекватен ли главный санитарный врач России Геннадий Онищенко? Кто виноват и что делать? По словам экспертов, эти вопросы, скорее всего, останутся без ответов, потому что они находились в компетенции вымышленного фонда Сколково. Однако только что российские информагентства опубликовали документ, который противоречит официальному заявлению властей. В нем говорится, что Сколково все же существует. Более того, совсем скоро начнется совместная образовательная программа фонда Сколково и британских центров Нарния и Хогвартс. Как часто в темном переулке наши зубы подвергаются опасности. Для того, чтобы сохранить их в целости и сохранности, жуйте землю. Когда вы жуете землю, опасность для ваших зубов отступает. Лучшие травматологи рекомендуют жевать землю. Как сообщает дружественное информагентство Айронбрю «Невозмутима Россия», в русском музее открылась выставка живописи Сильвестра Сталлоне. Ни один человек не пострадал. Следите также за другими новостями в группе информагентства Айронбрю. Вы смотрели Хобости дважды два. Хобости. Новости на букву Х. Новости на букву Х.